здравствуйте туристы милитаристы по моему этот обзор если мне не изменяет память потому что на самом деле очень многого сейчас же очень много сейчас жизни происходит просто жизнь несется сосказа с быстротой болин скоростного поезда там и действительно количество сна уже приближается к минимально критичному в общем или просто старость по большому счету какая разница в любом случае не особая радость но бывает так что забываешь реально вот то что происходило пять минут назад если мне не изменяет память после просто мрачнейшего разгрома ножа панишер при всем при том что топс делает прикольные ножи прикольные у них есть прямо вот классный с которыми вот прям действительно хочется куда-то вот ну вот прочувствовать все вот как говорится прелесть какого-то там бушкрафтинга какого-то хайкинга и так далее но кто не видел мой матный к сожалению обзор ножа панишер значит посмотрите кстати говоря после этого был еще оператор 07 я не знаю в какой последовательности я там буду показывать эти ролики потому что хрен с ним ладно там на какие-то дела не хватает времени там работа сейчас потеплела то есть постоянно максимальное количество времени там с семьей на улице куда-то на выездах и прочее прочее сука я наснял столько материала что наверное не знаю до половины лет уже хватит у меня нет времени монтировать это ну да ладно вот и если мне не изменяет опять же память у нас прозвучало пожелание в комментариях чтобы я сделал обзор на вот этот нож багдадская пуля 03 top snives и кстати говоря клинок очень красивый и невероятно толстый он прям но вот напоминает мне как-то я делал скелетник от terrain 365 по моему или prometheus design works что по сути именно по сути одно и то же компании разные а суть одна вот и там тоже я очень сильно закритиковал потому что шикарнейшая форма клинка очень красиво очень здорово это был такой толстый клинок что с такими спусками что просто делать нечего поэтому ждем скальпель от одессе с концепт от руслана я просто уже у меня все ждуны все терпелки все закончилось потому что там как только появится я первый победитель бегу очередь встану с зажатыми в потных ладонях купюрами окей хорошо давайте по прогоним как говорится через жернова нашу пульку как только слова поля вот где-то в названии у меня сразу возникает ассоциация с песни пуля на вылет замечательного талантливого в свое время протестного рэпера басты который просто продался стал сейчас одним из шершавых языков полностью как говорится но в общем в систему ту ту систему которую он хайл на протяжении нескольких там своих песенных сезонов он собственно говоря сейчас часть этой системы еще один протестный перец это шнур который тоже был против всего у меня такая блин это был просто невероятнейший респект и уважуха когда он получал музыкальную премию за фильм бумер и он вышел в таких трениках в майке алкоголички то есть это было просто но я прям действительно я понимаю протест протест нет такой же затоголовый сейчас такая же в точности абсолютно продажная получилось вот ладно хорошо давайте все-таки вернемся к ножу ребята а я понял для чего это все то есть здесь в нем довольно немного колбасы немного какого-то салатика немножко совсем какого-то строгания и здесь в основном именно что ткнуть то есть по сути я не знаю конкретно почему именно багдадская пуля но вот по факту я думаю что вполне возможно этот нож рассчитывался я сейчас я сейчас именно теоретизирую фантазирую вполне возможно этот нож рассчитывался как какой-то где-то там под броником нож последнего шанса потому что он действительно если вот мы берем посмотреть как он извлекается он извлекается даже рукой в перчатках буквально ударом 1 и вот здесь или диагональный хват с невероятно мощнейший насечкой которая тоже рассчитана под перчатку явно под перчатку потому что она прям невероятно злая то есть здесь видите именно сделано так что вот этот вот тоненький перешеек он не зря его кстати говоря руслан если ты меня смотришь вот об этом я говорил вот видишь вот этот вот мягкий переход рукояти в чойл он просто именно по моему мнению должен быть мягче но это наши как говорится дела то я потом забуду сказать вот и здесь получается что ты за тонкая шея она именно сделана для чего для того чтобы не допустить ошибки чтобы максимально зафиксировать даже в неудобный в неудобном положении даже в стрессовой ситуации максимально зафиксировать нож именно на тычок и собственно говоря этот тычок кусь и сделать по сути вот так же здесь просто шикарнейший отверточный хват просто охренительный потому что вот это вот боль бачку мы прячем в ладошку упираем именно в ладошку и можно прямо физически не просто там какой-то укольчик или что-то там проткнуть типа колесо здесь прям физически именно удары какие-то наносить ножом потому что он прям вот ровно-ровно под это заточен все вопросы сняты вопрос к толщине клинка по-прежнему их толщине хвостовика остается но уже пускай будет так багдад 03 bullet 03 top snives до багдад bullet 03 top snives номер модели в вы удивитесь но багд 03 дизайн tops длина 159 миллиметров длина клинка 89 миллиметров шина клинка 26 целых девять десятых миллиметра толщина побуху пятерка и это много на мой взгляд здесь но даже не то что четыре под такие вот какие-то даже кромсатель на ударятельные функции три с половиной миллиметра зато он будет входил бы просто вот прям но как раз таки вот пять миллиметров обухи это в чистом виде американщина это то что американцы потом вот эту вот заразу распространили после я думаю что во всем виноват джон геннадьевич рэмбо потому что именно вот так культура ножевая которая идет из штатов вот эти вот все кабары какие-то вот свиноколы с толстенными обухами она просто пришла в европу которая совершенно спокойно до этого жила на там на клинках до трех миллиметров вот и стала именно модно уже все в какой-то момент даже я эти времена застал ребята когда было просто но если у тебя клинок там меньше четырех миллиметров в толщине то на тебя просто коситься начнут пацаны потому что скажут блин а что ты собираешься им делать то что ногти подпиливать больше ничего будь мужиком возьми какого-нибудь конкретную на жару типа кабара там или топса какого-нибудь а вот поэтому так все и произошло я очень рад что сейчас от этого отходят уже и фиксах тоже потому что чрезмерная толщина клинка она просто мешает даже при таких вещах как батонинг а на таком каратыше даже учитывая его явную тактическую направленность философию болит здесь перебор но не в два но в полтора раза точно финиш клинка tactical grey чтобы вы понимали сталь 1095 high carbon 56 58 единиц по шкале рокала заявленная твердость совершенно нормально к этой стали отношусь как раз таки после кабара то есть это очень очень самое наверное распространенная сталь в штатах рукоять же 10 full танк неразборный вес 125 грамм что тоже как бы немножко больше чем дохрена для такого формата он должен весить грамм 80 так ножны кайдекс нож в ножнах сидит очень хорошо при всем при том что рукоять здесь не заходит нужно как-то совершенно то здесь именно вот удар удар в кайдекс раз ход и все готово запросто можно носить если шея позволяет как шейник и как видите здесь есть вариации крепления на такую достаточно примитивную клипсу а почему бы и нет если не нравится оригинальная топсовская заплатили там в ламни пятерку или сколько там десятку взяли себе ульти клип и расположили как угодно тем более сейчас я ребята забыл вот как называется этот ульти клип именно система если вы просто на канале архады разобьете в поисковик ульти клип то вы сразу же попадете именно на неё это система когда нож можно вращать вокруг зажима на 360 градусов как угодно размещать вот вообще очень прикольно для таких именно малышей потому что такие малыши должны располагаться на тушке таким образом чтобы вы вот когда считанные доли секунды в вашем распоряжении на принятие решения чтобы мозг чтобы голова не думала где нож и как удобно выхватывать чтобы рука выхватывала гораздо быстрее чем вообще сигнал пришел в мозг поэтому поэтому да это вот 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 такое решение она достаточно скажем назовем его компромисс на есть и есть есть клипса радуйтесь хотите чего-то посерьезнее по вывертове опять же это не так-то и дорого стоит так диагональ я уже спел воду действительно очень классная даже есть мало точный хват с одним но здесь очень сильно в пустоте висит у меня мизинец и поэтому при каком-то строгание будет немножко вот так вот ну нужно именно поддерживать то есть не совсем пулку и даже не элдрис но по факту что-то им лесное сделать можно ну и где-то там на привале достать совершенно спокойно в девяти сантиметрах клинка можно нарезать колбаску отрезать себе там кусочек какого-то вяленой говядины то есть все все по-багдадски как говорится все все очень прикольно классный нож классный карапуз и я бы конечно был бы более такой именно скажем так оценка была бы моя гораздо выше этого ножа если бы они его не сделали ну чересчур уж таким вот мощно толсто обуховым и такие вот именно с перебором в прочность особенно на такую на такие габариты зачем такой зачем такая толщина но с другой стороны как всегда основной рынок 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 диктует условия правильно вот и основной рынок американских компаний это штаты а там любят чтобы все было потолще помощнее потяжелее поэтому вот так вот все и получилось поэтому все так произошло спасибо за просмотр всего доброго пока а